Депрессия, темно, осень, холодно. Тебе нужно как-то справляться с депрессией. Тебе нужно не потому, что ты какая-то безвольная, не потому, что ты так уж прям как-то любишь пожрать противоестественно. Нет. Тебе нужно сейчас от депрессии чего-нибудь сладенького. Ты простыла, ты чихаешь, тебе нужно лечить, тебе нужно молоко с медом. И прямо наступает осень, и хитрый жир прям говорит, ну куда ты пойдешь? Там слякоть, там темно, там все промозглое. Ну ладно, летом, ну можно делать шаги. Ну сейчас-то, ну да грязище, ну что ты. Приличный человек собаку из дома не выгонит. А доктор тебя, значит, бессовестно и все, значит, гонит. Иди, говорит, дескать, делай шаги. Дескать, не сделала 8 тысяч шагов, значит, завтра родину продашь. Здравствуйте, друзья. Осень уже катит в глаза. Лето красное, значит, уже пропело, оглянуться не успело. И очень много я вижу. Есть люди, которые находятся в режиме снижения веса. Они у меня, они выбрали программу с сопровождением, поэтому они у меня находятся под наблюдением в постоянном контакте. Я с ними там 3 месяца провожу, целую жизнь с ними проживаем. Они там сбрасывают свои 15-20, фиксируют результат, мы там расстаемся. Ну вот пока эти 3 месяца мы сбрасываем вес, целую жизнь я с ними живу. И я заметил, что в последнее время люди все чаще... Знаете, есть такая штука, мы это называем уловки хитрого жира. Там вот в голове сидит какая-то часть моего мозга, которая подталкивает меня к неправильным решениям и заставляет меня совершать какие-то неправильные, ну вот в плане пищевого поведения, неправильные поступки. Эту часть головного мозга, где она там находится, мы называем по-разному. Иногда мы называем эту часть хитрым жиром. Так вот, хитрый жир, он использует разные уловки, чтобы уговорить человека съесть что-нибудь высококалорийное, срывное и так далее. Хитрый жир постоянно использует разные уловки. И сейчас осень, и уловки хитрого жира меняются. Топ-3 уловки осеннего, значит, хитрого жира. Топ-3 уловки. Первая уловка. Депрессия, темно, осень, холодно. Тебе нужно как-то справляться с депрессией. Тебе нужно не потому, что ты какая-то безвольная, не потому, что ты так уж прям как-то любишь пожрать противоестественно. Нет. Тебе нужно сейчас от депрессии чего-нибудь сладенького. Например, шоколадочку. Прямо не всю, не всю. Мы просто ее купим, мы уже погладим ее, и уже депрессия пройдет. Потому что в шоколаде, ведь прямо во всех интернетах пишут, что прямо там антидепрессанты практически. Знаете, фенилэтиламин прямо, знаете, стекает оттуда. Запрещенный, кстати, препарат, знаете, входит в список запрещенных препаратов. В шоколадках он прямо есть. Ну, конечно, в микроскопических количествах, но это химический факт. Конечно же, шоколад природный. Со всех интернетов говорят, природный антидепрессант. Мы так прям объедаться не будем. Мы купим, просто погладим шоколадочку. И уже прям ты почувствуешь, как настроение улучшается. Вот ты прям ее... А если мы ее развернем, то просто все печали уйдут. А если мы еще подышим атмосферой вообще вот этого праздника, то настроение сразу улучшится. Потому что шоколадка вообще природный антидепрессант. Давай, значит, это уловка номер один. Значит, друзья мои, да, действительно, сейчас хитрый жир начинает заходить через вот эти истории о том, что уже осень, уже грустно. Ну, как с горя не нахомячиться? Ну, не потому что ты обжор, не потому что ты какая-то жирущая чудовище, а потому что у тебя депрессия. Сейчас это шоколадка как лекарство. Поэтому, значит, если вы чувствуете, что у вас настроение как-то снижается, ну вот прямо, если вы вот так вот зависимы от лета, как многие, как многие зависимы от лета и страдают, когда эта зима уже приходит. Когда придет, уже как бы ладно. А вот первый момент, когда лето уже закончилось, зима вот-вот, самый такой уже, уже потом смирился, сдался, а в начале прям грустно. Поэтому три совета. Первое. Побольше света. Света, вот просто лампочки, все должны просто у вас быть с избытком. Вас должно в доме прямо слепить вот просто свет. Это сейчас вот то, что я рассказываю, это прям не шутки даже и не развлечения. Есть так называемые сезонные депрессии, которые связаны с дефицитом солнечного света. Соответственно, если вы хоть как-то компенсируете своим домашним освещением, делайте света больше, это поможет вам поддерживать настроение. Это первое. Второе. Продукты, богатые трептофаном. Часто, знаете, в интернете откроете продукты, богатые трептофаном, орехи, красная рыба, свиное сало, фуа-гра и прочий, значит, там жир. Научитесь выбирать продукты, богатые трептофаном, которые не содержат жиров. Не надо бросать сейчас, значит, в меня предметами. Это грудка индейки, это зеленые овощи, как ни странно. Действительно, есть продукты, богатые трептофаном, которые при этом не содержат жиров. Научитесь их находить. И третье. Часто вот эти вот снижения настроения бывают связаны, опять же, с дефицитом витамина D. Поэтому нет никакого способа восполнять дефицит витамина D. Ну, есть один способ. Без жировым каким-то способом. 30 граммов селедки, по возможности не перед сном, селедка самая жирнючая рыба. 30 граммов селедки дают суточную потребность и в хороших жирах, и в витамине D, и в прочих вот этих прелестях. Если вы прям вообще сбрасываете вес, и даже 30 граммов селедки для вас прямо это многовато, или, например, ну, то есть вы боитесь, что как бы 30 граммов съедите, а потом, значит, все забудете и съедите вообще все, и еще сбегаете. В этом случае прям покупайте, не стесняйтесь, покупайте какие-то добавки, препараты с витамином D. Потому что действительно, если вы вот склонны к снижению настроения, этот вопрос нужно как-то решать. И витамин D, это, есть много исследований на эту тему, витамин D действительно важен для поддержания нормального настроения. Итак, первая уловка хитрого жира в осенний период. Тебе грустно? Съешь что-нибудь для души, что-нибудь эдакое для души. Вторая, вторая уловка хитрого жира, которая бывает по осени, ты простыла, ты чихаешь, тебе нужно лечить, тебе нужно молоко с медом. Потому что бабушка твоя ела мед, прабабушка ела мед, и что ты, что ли, так все время так лечи, ведь мед, он такой, и все, и пропал человек. Прямо хомячат люди, мед со страшной силой. У меня есть люди, которые прям записались на программу по снижению веса, прям очень, очень хотят похудеть, но при этом, знаете, совершенно у них мед вообще, это же не еда, это же какое-то, так это лекарство, что это, пчелы же трудились, что там, неужели от него вред какой-то будет? 330 килокалорий на 100 граммов, чистый сахар. Сам по себе мед прекрасен, но в процессе снижения веса он может там создавать какие-то проблемы. Поэтому, если вы не сбрасываете вес, ешьте мед, натирайтесь там, все что угодно делайте, но если вы в режиме снижения веса, лечитесь все-таки лекарствами, а не калорийными какими-то сладостями. Наверняка вы знаете, откуда вот эта традиция, есть мед, когда заболел, откуда она возникла? Эта традиция возникла действительно давным-давно, когда мед был единственным источником сахара, понимаете? А сахар вызывает гипергликемический удар, знаете, сразу, особенно когда с голоду, особенно когда люди там не ели, огромное количество сахара вызывало у людей повышение работоспособности, повышало защитные функции организма, и действительно сахар в голодные времена давал людям, давал организму возможность легче справляться с какими-то инфекциями. Сейчас, когда проблем с сахаром у нас нет, когда большинство людей вообще крепко сидят на сахаре, мед не обладает такой фантастической лечебной силой, поэтому будьте бдительны, лечитесь лекарствами, а не вареньем. Хотя, конечно, ну что, ну, скучище, то ли дело там, корзина печенья, банка варенья, я болею, мне это я не потому, что я, знаете ли, как-то вот, жрица, значит, вот, бессовестная ночи, а потому что я лечусь, я так лечусь, понимаете, ну вот, уловка хитрого жира номер два. Третья уловка хитрого жира, самая частая, которая бывает по осени, это, знаете, когда, 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 когда у нас это влияет на шаги. Мы говорим о том, что для того, чтобы забрасывать вес, должен быть достаточный уровень физической активности, человек прям должен двигаться, там не только шаги, там может быть, там бассейн, йога, плавание, все что угодно, ну прям по шагомеру должно быть не менее там 8 тысяч шагов. И прямо наступает осень, и хитрый жир прям говорит, ну куда ты пойдешь? Там слякоть, там темно, там все промозглое, ну ладно летом, ну можно делать шаги, ну сейчас-то, ну да грязище, ну что, приличный человек, собаку из дома не выгонит. А доктор тебя, значит, бессовестно все, значит, гонит. Иди, говорит, дескать, делай шаги, дескать, не сделала 8 тысяч шагов, значит, завтра родину продашь. Тоже вот такая хитрая уловка. Я вижу, что когда приходит осень, резко у людей падает количество шагов. Люди прям начинают все больше проводить дома, все больше времени проводить на диване, все время какие-то вот там отговорки и так далее. Поэтому тоже здесь как-то нужно выкручиваться. Я прям рекомендую, найдите где-то, в идеале, конечно, ходите в бассейн, ходите куда-нибудь на танцы, ходите куда-нибудь на йогу, потому что, ну, это позволит вам поддерживать уровень физической активности выше. Делайте зарядку, никто этого не делает, но попробуйте, оно вдруг вам понравится. Ну и последняя рекомендация. На Авито разместите такое объявление, знаете, приму в дар, приму в дар, велотренажер, значит, или там беговую дорожку. Огромное количество людей купили, знаете себе, или там подарили, ну, муж там переживает, что же у жены как-то проблема с лишним весом, думает, как бы ее порадовать. И, знаете, на 8 марта подарил ей велотренажер. Она, конечно, хотела сразу его этим велотренажером как бы огорчить, но думает, как бы ладно, все равно, там дети, там все такое, ну, как бы ладно, там поставила, и как бы, ну, постаралась поскорее забыть вот эту его бестактность, бессовестность, вот эти вот намеки, вот эти, знаете, что дескать, значит, вот, что-то там думает, что значит, всю же красоту ему отдала, понимаете, вот всю же красоту ему отдала, значит, вот в детей, и все, а вот это неблагодарное чудовище, нашло, что подарил, велотренажер он подарил на 8 марта, надо было сразу, надо было его сразу, вот этим велотренажером, ему все и объяснить, ну, она добрая душа, ну, так вот, и не знают, куда этот велотренажер деть, поэтому, приму в дар велотренажер, ну, тут уже в зависимости от того, насколько вы добрый человек, то есть, если вы как добрый человек, вывезу сама, там, значит, нет, или, если вы совсем уже прям циничный настроитель, с самовылазом, поверьте мне, вам велотренажер привезут, поднимут на этаж, сдадут сказать, бы счастья вам, и, значит, убегут, потому что, ну, полквартиры занимает, там все такое, примите в дар велотренажер. Это осень, на что нужно обращать внимание осенью, для того, чтобы продолжать сбрасывать вес. Итак, важная вещь, которую я хотел вам еще рассказать. Она такая глубокая, ну, я думаю, что вы поймете. Я заметил, что люди склонные к избыточному весу, они, знаете, это люди, которым сложно попросить помощи. Это люди, которым проще сделать все самим, чем кого-то о чем-то попросить. У меня есть руководство по нарушению, ну, по лечению нарушений пищевого поведения. Такая толстенная книга, теория, и такая еще толстенная книга, практика. Так вот, в практике огромная такая толстенная глава, посвящена, прям первая глава в этой книге, как научить людей просить помощи. Это очень важная такая мишень когнитивно-поведенческой психотерапии, нарушений пищевого поведения, когда мы учим людей, чтобы они не замыкались на себе, чтобы, условно говоря, она не оставалась наедине со своей тягой к сладкому, чтобы она не оставалась наедине с коробкой конфет, потому что, ну, для нее это все, там нет никаких вариантов. Если она осталась наедине с коробкой конфет, там, как правило, результат такой закономерный. Сейчас вот у меня есть группа, программа по снижению веса, и там женщина прям, ну, может, она сейчас смотрит эфир, она прям походит по, знаете, по лезвию, по острию, по очень тонкому льду. Говорит, зашла в магазин, думаю, дай-ка зефира куплю. Куплю зефир, к зефирке можно, они там бывают полезные для снижения веса. Дай-ка куплю неполезных, знаете, таких вот послать. Ну, я же не себе, ну, я же детям, ну, вдруг подруги придут. Условно говоря, если она эти зефирки купит, тяга у нее увеличится, вероятность переедания станет больше. Если в магазине она пройдет мимо или, например, купит правильные зефирки, то есть низкокалорийные, там, на пектине, там, и так далее, то это для нее будет правильное решение. Но, она любит, она любит сладкое, и в этот момент, когда она выбирает зефирки, ей кажется, что зефирки с сахаром, они более натуральные, они более какие-то полезные, они вот из детства, она их в детстве, ну, неужели от них какой-то вред будет, что-то такое с головой происходит. И она, она, вот эта история, как бы с хорошим финалом, она там купила неправильные зефирки, но в последний момент, знаете, вот так, руку, одна рука прям к себе, а вторая так от себя отдала, значит, подругам эти зефирки, значит, там, ну, сожалея, сама не веря в то, что это случилось, но она прям прошла по краю, по краю, по краю, потому что, я считаю, что это для нее был слишком большой риск. Если бы она изначально купила правильные зефирки, вот этой проблемы бы у нее не было. Но жизнь есть жизнь. Иногда люди переоценивают свою способность противостоять вот этой тяге к сладкому, вкусному, там, калорийному. Иногда, когда человек находится в нормальном состоянии, ему кажется, что да, я легко остановлюсь, я съем одну дольку шоколада и остановлюсь. Что может быть легче и естественней? Но проблема заключается в том, что когда она съедает одну дольку шоколада, она другой человек. Включается, знаете, в ней просыпается другая личность, знаете, какой-то вот безумный какой-то вот Халк, который все еще давайте, давайте, и пока он, значит, там не... Вот прям у нее какая-то другая личность включается. Но, ну вот в тот момент, когда она принимала решение съесть одну дольку или нет, она еще принимала решение. То есть она еще влияла на свое поведение. И поэтому, если вы находите, что что-то это похоже про вас, найдите людей, которые могли бы вам помочь в процессе снижения веса. И постарайтесь сформулировать какую-то просьбу к этим людям, которые могли бы вам помочь в процессе снижения веса. Очень простая вещь. Например, там вы сбрасываете вес, и кто-то из ваших близких постоянно домой приносит что-то там жирное, сладкое, высококалорийное. Очень простая просьба. Я сейчас сбрасываю вес. Пожалуйста, в течение ближайшего месяца не приноси домой колбасы, приноси домой мясо. Ну, то есть там мясо лучше, чем колбаса, сами понимаете. Сейчас я сбрасываю вес. Не приноси домой тортов, принеси домой пирожных. Фу, каких пирожных? Принеси домой фруктов. Смотрю в три экрана, и хитрый жир. Я сейчас сбрасываю вес. Пожалуйста, не приноси домой пирожных. Если ты хочешь меня порадовать, принеси домой фруктов. Часто люди жалуются на близких, что они не поддерживают, они не понимают. И не надо их в этом обвинять. Потому что очень часто так бывает, что человек, у которого есть проблема с весом, и человек, у которого нет проблемы с весом, или он считает, что у него нет проблем с весом, это совершенно разные люди. Потому что, условно говоря, у человека нет проблемы с весом, он может купить шоколадку, принести ее домой, положить ее на полку и забыть про нее. Но если у человека есть проблема с весом, если для него шоколад это срывной продукт, она не забудет про эту шоколадку. Она прямо будет вспоминать об этом. Она прямо, знаете, это реальная история. Она говорит, я уже легла спать, я уже закрыла глаза, я уже засыпаю. А мысль в голове все равно там у тебя на полочке, там шоколад. Пойдем понюхаем, пойдем послушаем, как фантик хрустит. Я прямо усну, я знаю, что она там у меня лежит. Я испытываю вот эту тягу. Соответственно, если вам нужна какая-то помощь и нужна какая-то поддержка в процессе снижения веса, постарайтесь эту просьбу сформулировать и попросите ваших близких и людей, которые рядом с вами, о том, чтобы они помогли вам в процессе снижения веса. Например, я сейчас сбрасываю вес, мне очень нужна эмоциональная поддержка. Пожалуйста, хотя бы раз в день присылай мне какую-то смс-ку ободряющего содержания, что я молодец, что я сбрасываю вес, мне будет приятно. Там как угодно для себя это сформулируйте. Но если вы будете учиться просить помощи в процессе снижения веса, вам будет легче, потому что часто люди срываются не потому, что они безвольные, а потому что они переоценивают свои силы, они переоценивают свою способность противостоять тяге и так далее. Если вы научитесь вовремя просить помощи, условно говоря, когда тоже такая техника, очень мощная антиаппетитная техника, если вдруг вы замечаете, что у вас там вечером какая-то бывает особенная тяга, частый вопрос, как справиться с вечерней тягой. Например, и у вас есть какая-то подруга, которая или сама сбросила вес, или находится в режиме снижения веса, или точно так, или хочет, или просто у нее нет никаких проблем с весом, но она какая-то нормальная, то есть она может вас поддержать. Попросите у нее разрешение иногда вечером ей звонить, просто поговорить, поболтать, как дела там, что там да как. И вот условно говоря, вечером после долгого дня у нее какая-то сильная вообще какая-то прямо тяга, она чувствует, что все, сейчас пойду нахомячусь. Последнее, вот хорошо, перед тем, как нахомячиться, звонок другу, позвони подруге, поговори с ней 10 минут, если это нормально. Бывают такие подруги не очень нормальные. Знаете, позвоним, она как начала, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и еще вообще утопиться хочется, знаете, ну потому что не тут нажраться, а еще и набухаться после такой подруги. Ну потому что она и сама такая негативная, еще этого негатива от нее хлюбнешь. Бывают нормальные какие-то подруги, ну то есть позитивные какие-то друзья, позвонила вот этой нормальной позитивной подруге, поговорила с ней, и прямо она чувствует, как прям забыла про шик, прям переключилась. Но, смотрите, очень важное правило. Если она подруге позвонит, у нее будет вот этот шанс, что тяга снизится. Потому что если не позвонить, шансов точно нет. Поэтому правило такое, прежде чем нахомячиться, например, какая-то антиаппетитная техника, например, звонок другу. В идеале, если у вас есть какой-то человек, который вы знаете, что она прям хорошо на меня влияет, я с ней когда поговорю, вот у меня что-то там обида, там еще что-то, я с ней поговорю, а нам как-то мне объяснить, что как-то вот с ней поговоришь, и всегда как-то легче становится. Так вот, мысль очень простая. Часто люди, склонные к избыточному весу, имеют этот избыточный вес не потому, что мир жесток, не потому, что они родились под жирной звездой, не потому, что у них там какая-то особенно широкая кость, а потому, что они переоценивают свои способности, переоценивают свои силы, свою способность противостоять тяге и так далее. Если вы научитесь просить помощи, если вы научитесь привлекать, искать поддержки у других людей, открываться для этой поддержки, принимать эту поддержку, просить этой поддержки, вам будет легче и сбрасывать вес, и сохранять стройность, поэтому найдите какую-то конкретную, четкую, маленькую, и не надо сразу просить мира во всем мире, найдите какую-то конкретную, маленькую помощь, которую вы хотели бы получить от какого-то конкретного человека. Например, самое простое, смс-ка ободряющего содержания. Например, просто один раз в день какие-то слова поддержки, что я молодец, что я сбрасываю вес. Есть вещи посложнее. Там, условно говоря, ей нужно увеличивать физическую активность, например, делать шаги. И, например, условно говоря, она знает, что она прям ленивая, она прям не будет это делать. Вот ей прям лень. И доктор говорит, давай шагай побольше, чтобы худеть. Она так, конечно, да, конечно, буду, да. Шаги, мое второе я. А еще скандинавской ходьбой буду. Можно? Да, конечно. А на йогу можно? И на йогу, как хорошо. И на танцем? И ни черта не делает. Но если вы знаете, что у вас прям такая какая-то особенность, что вы как-то эмоционально разжигаетесь, и вам кажется, что все это я буду делать, и потом вот так переключает. Ой, лень, ой, некогда. Найдите вот какого-то человека, который будет вас из дома на вечерней прогулке вытягивать. Это подруга, это знакомый еще. Давай будем гулять перед сном. Это полезно, это прям снимает стресс, это прям хорошо для здоровья, это помогает худеть. Вытягивай меня из дома. Я буду сопротивляться, я буду тебе врать, я буду говорить, что ну сегодня такой день, сегодня некогда. Завтра да, сегодня нет. Я буду там что угодно прятаться, мне брать трубку, ты меня, пожалуйста, из дома против моей воли вытягивай. Первые пять минут я буду там беситься и так далее. Но потом у меня будет хорошее настроение, мы с тобой слабенько погуляем. То есть я знаю, что у меня есть такая особенность. Я найду тысячу причин, чтобы остаться сидеть на диване. Поэтому я договариваюсь с кем-то о том, что мы вместе будем вечерами гулять. И как бы стыдно, то я ее выдерну, то она меня выдернет. И как-то мы завели привычку прогуливаться перед сном. Поэтому привлекайте других людей к вашему снижению веса. Очень часто они вас поддержат, они вам помогут и сделают ваше снижение веса более легким. Ну что ж, спасибо вам. Всего доброго. Пока-пока.